Биография Павла Овчинникова Привлекали технологов и химиков, художников и мастеров для создания сложных произведений ювелирного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они были арт-директорами, главными художниками и цензорами своих произведений, создание которых невозможно руками одного мастера. В конце 19-го столетия Овчинников создал облик русской экзотики и показал его всему миру. Пестрые эмальерные произведения и сегодня воспринимают как наглядный образец русского стиля. Овчинников впервые демонстрирует свои изделия на выставке мануфактурных произведений в Москве в 1865 году и сразу привлекает внимание высоким мастерством исполнения. Пройдет всего два года, прежде чем эмали Овчинникова увидит весь мир на масштабном международном событии Парижской ярмарки 1867 года. С этих лет Овчинников успел открыть магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а также основал ювелирную школу – учебное заведение, которое современники считали образцовым. 1880-е годы стали временем наивысшего расцвета предприятия. С воцарением Александра III Овчинников получил статус поставщика двора его императорского величества. Многие дипломатические сувениры и изделия для коронации и других торжеств вышли из мастерских Павла Овчинникова. Перед нами икона Спаса Нерукотворного, изображенного в иконографии Спаса на Убрусе. Убрусом зовется старинный этнический головной убор, по сути, платок. Предание о появлении нерукотворного портрета Христа связано с древним царем Месопотамии. Он тяжело заболел и, будучи наслышан о чудесах Иисуса, отправил художника для написания портрета чудотворца. Задача оказалась непосильной. Мастеру не удалось запечатлеть спасителя на холсте. И тогда Христос умылся, отер лицо брусом, и образ лика его остался на ткани. Считается, что именно Спас Нерукотворный был первой в истории иконой. Икона из нашей коллекции изготовлена в 1895 году, о чем свидетельствует годовое клеймо на серебряном окладе. Этот предмет с почти 130-летней историей немалую часть своего времени провел в храме, о чем говорят характерные следы культового бытования на живописи. Личное написано в предельно реалистической манере, характерной для русской религиозной живописи XIX века, на высочайшем уровне иконописного мастерства. Инвестируйте в искусство и соберите свою уникальную коллекцию с платформой «Купить картину». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok